На площадке Международного выставочного центра Екатеринбург-экспо в рамках деловой программы «Грант-экспо-Урал» при поддержке правительства Свердловской области и Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области прошла конференция «Утилизация и переработка отходов. Рациональное ресурсопользование». В конференции приняли участие более 300 представителей органов государственной власти и управления науки, профессионального и бизнес-сообщества. Съемочная группа телерадиокомпании «Альтекс-Медиа» также принимала участие на правах информационного партнера Конгресса. И вот у нас уже третье межконгрессное мероприятие, которое завершает фактически итог работы года 2018-го межрегиональной международной дискуссионной площадки «Роспромэко». И вот сегодня мы открываем работу конференции «Утилизация и переработка отходов. Рациональное ресурсопользование». Первым мероприятием конференции стало пленарное заседание, посвященное главной теме – утилизации отходов, рациональному ресурсопользованию. Приветствую участников заседания Алексей Орлов, первый заместитель губернатора Свердловской области, подчеркнул значимость данной конференции для всего Уральского региона. Наш регион является старопромышленным, поэтому занимает, к большому сожалению, ведущие позиции среди субъектов по количеству накопленных отходов и объемов выбрасываемых водной и воздушной бассейны загрязняющих веществ. Этот факт не только накладывает на нас дополнительную ответственность перед настоящими будущими поколениями, но и заставляет искать, находить новые пути, новые подходы, инновационные решения по обеспечению экологической безопасности, изучать и использовать международный опыт, международную практику в решении возникающих экологических вопросов. По словам Алексея Орлова, необходимым и решающим фактором снижения техногенной нагрузки на окружающую среду обеспечения экологической безопасности сегодня является именно реконструкция физически и морально устаревших производственных фондов, а также внедрение ресурсосберегающих природоохранных технологий. Мы ведем большую работу по реализации технологий по использованию и обезвреживанию отходов на промышленных предприятиях. Кроме этого, мы постоянно работаем над совершенствованием законодательной базы в сфере экологической безопасности и охраны окружающей среды. И, конечно же, вот такие площадки, как сегодняшняя, позволяют находить те оптимальные решения, которые необходимо принимать в нашей с вами повседневной деятельности. И я считаю, что именно в рамках сегодняшнего мероприятия, сегодняшней конференции необходимо обсудить именно эти актуальные вопросы. В свою очередь, депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер от имени всего депутатского корпуса и председателя Законодательного собрания Свердловской области выразил организаторам конференции поддержку. Современные технологии сегодня позволяют сделать так, чтобы отходы стали ценным ресурсом, а их переработка экономически выгодным занятием. В 2021 году отходы не должны быть обузой и нагрузкой на экологическую систему. Нам надо смотреть, изменять отношение к отходам и пересмотреть существующие подходы. Для этого нужны активные, образованные, инициативные люди. Полагаю, что именно такие сегодня в этом зале и собрались. Со своей стороны депутаты Законодательного собрания готовы помочь реализовать все разумные идеи, которые помогут нам сделать нашу область чище, богаче и красивее. Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области, сорганизатор Всероссийского конгресса «Промышленная экология регионов» Алексей Кузнецов напомнил участникам конференции, что вопрос переработки отходов является одним из приоритетных в региональной политике. Одной из приоритетных задач региональной экологической политики является подготовка и подписание соглашений о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды между правительством Свердловской области и предприятиями, крупными источниками загрязнения окружающей среды. На сегодняшний момент их действует 28. За период действия данных соглашений объем размещения отходов с 2011 по 2017 год сократился практически на 16%. Мы утвердили стратегию обращения с отходами производства в нашем регионе до 2030 года, реализация которой направлена на модернизацию инфраструктуры по переработке отходов производства, что приведет к увеличению объема утилизации отходов и снижению объема образования отходов за счет внедрения малоотходных и на лучшую доступность технологий. Мы считаем, что данная конференция «Рациональное ресурсопользование» станет важным источником информации, местом обсуждения новых идей и будет способствовать сохранению окружающей среды и эффективному управлению природными ресурсами. В рамках пленарного заседания «Утилизация отходов. Рациональное ресурсопользование» были представлены к обсуждению. Такие вопросы как промышленные отходы, возможности вторичных ресурсов, мусорная реформа, правовые и экологические аспекты, умное управление, ТКО в умных городах, Арктика и труднодоступные районы, специфические условия, логистики и утилизация отходов, источники финансирования для проектов переработки отходов, просвещение населения как инструмент формирования экологического подхода к вопросам утилизации отходов. Так, о переходе на новую систему регулирования в сфере обращения ТКО. Участникам пленарного заседания рассказала заместитель начальника отдела Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Диана Рыбакова. В свою очередь о системе управления отходами в контексте циркулярной экономики рассказал ведущий научный сотрудник ЦСИ Реси Дмитрий Лыжин, город Москва. Выступил перед экспертами с докладом на тему интеллектуальной системы мониторинга, уборки и экологического состояния территории, как составной элемент умного управления отходами в экосистеме умного города. Руководитель направления «Умный город» АО «Ниолан» Даниил Владимиров. Также особый интерес у участников пленарного заседания вызвало выступление кандидат химических наук, доцента ранхи ГЭС, эксперты экспертного центра ПАРА, проектный офис развития Арктики Александра Воротникова на тему финансирования проектов реформирования системы управления отходами арктической зоны Российской Федерации. В ходе работы конференции, кроме пленарного заседания, интересы экспертного сообщества также объединили три круглых стола. Так, в рамках первого, темой которого стала утилизация отходов, вторичные ресурсы и безотходные производства. Участники конференции обсудили вопросы логистики обращения с отходами, кластерный подход при формировании отходоперерабатывающих производств, механизмы господдержки вовлечения предприятиями вторичных ресурсов производства в экономический оборот, эффективные технологии переработки различных отходов, расширенную ответственность производителя, экологический сбор, новую систему обращения ТКО, актуальные вопросы переработки ТКО и проблемы обращения с медицинскими отходами класса А. В ходе круглых столов рациональное лесоиспользование, эффективные способы переработки древесных отходов и логистические проблемы обращения с отходами в условиях Крайнего Севера и труднодоступных районов, утилизация, возможности переработки. Эксперты уделили особое внимание основным принципам устойчивого лесопользования, принятию лесного плана Свердловской области на период 2019-2028 годов и лесохозяйственных регламентов лесничеств, способом повышения экономических показателей предприятий за счет использования отходов древесины, современным технологиям и возможностям переработки древесных отходов, а также полярному индексу ПАРА, финансированию проектов развития инфраструктуры Арктической зоны Российской Федерации, особенностям инфраструктуры в арктических условиях, мобильным мусороперерабатывающим комплексом для Крайнего Севера и отдаленных регионов. Конференция утилизации отходов рациональное ресурсопользование несла определенные цели. Это обмен эффективными технологиями переработки, утилизации и логистики отходов, практики ресурсосбережения регионов, выработка инструментов финансирования проектов переработки отходов. Кроме того, она была призвана обозначить как можно больше практических путей решения проблем переработки промышленных отходов, а также коммунальных и отходов лесопереработки. Конференция была специально сформирована с монотемой. Это переработка всех видов отходов, все вопросы связанные с этим. Причем мы рассматривали вопросы по переработке промоотходов, ТКО, по рациональному ресурсопользованию, по вторичным ресурсам в том числе. У нас была арктическая тема, тема труднодоступных районов, естественно, логистика и переработка отходов в этих регионах. Ну, я думаю, что тема была интересная, народу было много. Интерес у общества, скажем так, заброс информации, который на сегодняшний день в прессу выходит по мусорной реформе, по проблемам, которые имеют регионы, муниципалитеты, колоссальные. Я думаю, что общество потребления должно все-таки начать быстро, очень быстро решать вопросы по переработке мусора. Вот этим мы и занимались. Безусловно, конференция, темой которой была утилизация отходов рациональной ресурсопользования, стала весьма актуальной и востребованной среди ее участников. Ведь совсем не за горами старт так называемой мусорной реформы с 1 ноября 2018 года. Поэтому третье межконгрессное мероприятие международной дискуссионной площадки Роспромэка в очередной раз подарило возможность экспертам и всем заинтересованным в чистоте экологии обменяться опытом, найти ответы на многие вопросы. Всегда Россия прирастала Уралом, мы это все прекрасно знаем. И сегодня проведение конгресса именно на Урале, конгресса, который имеет самые высокие рейтинги в России, конгресса, который, ну, пожалуй, ни один из российских эко-конгрессов так за границей не представлен. Это бесспорно гордость Екатеринбурга, это бесспорно гордость всей нашей страны. И поэтому, когда я говорю про третью столицу, я имею в виду, что экологическая, одна из экологических столиц нашей страны, это бесспорно Екатеринбург. Здесь великолепная система управления, здесь великолепный менеджмент, и вы проводите совершенно уникальные, даже с точки зрения нашей страны, и те мероприятия, на которые приезжают с удовольствием иностранцы, и очень хорошо отзываются. Сегодня конференцию открывал первый яйцегубернатор, здесь присутствовал министр, здесь присутствовал Российский институт стратегических исследований, МГУ, Государственная академия при президенте Российской Федерации. Ну, куда уже выше статус? Выше статус только президент Российской Федерации. Наше основное направление нашего конгресса, наших конференций, наших межконгрессных мероприятий, это все-таки переработка отходов промышленных, отходов твердокоммунальных, отходов производства. Мы видим, какие новые технологии у нас появляются, мы видим, как наши предприятия занимаются со своими отходами производства, что получают из этого. На сегодняшний день многие предприятия нашего региона, перерабатывая промышленные отходы, получают строительные материалы, камень, песок, отсевтам и так далее. Я считаю, что польза очевидна и она есть. Что же касается отходов, то, по словам министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексея Кузнецова, это, конечно, не совсем сфера деятельности муниципалитетов. Тем не менее, заинтересованность глав муниципальных образований к данной теме должна быть. На сегодняшний день заинтересованные главы муниципалитетов, я здесь видел и главу Сосерского городского округа, поэтому муниципальные образования активно принимают участие в наших и конгрессных, и межконгрессных мероприятиях. Отметим, в конгрессных и межконгрессных мероприятиях международной дискуссионной площадки Роспромэка действительно принимали и принимают активное участие многие руководители и специалисты муниципальных образований Свердловской области с целью получить опыт решения проблем в обращении с твердыми бытовыми и твердыми коммунальными отходами. Вот только для главы Артемовского городского округа тема мусора, его переработка и утилизация неинтересны. Ни на одном из мероприятий Роспромэка Андрей Самочернов не соизволил появиться. На данной конференции Артемовский городской округ как будто бы должны были представлять работники муниципального учреждения Артемовского городского округа Управления экологией и природопользования. И надо сказать, до открытия конференции у павильонов МВЦ Екатеринбург-Экспо была замечена Альбина Скутина, начальник данного учреждения. Но как на пленарном заседании, так и ни на одном из круглых столов она не появилась. Получается, не нуждается Артемовский городской округ ни в опыте, ни в знаниях по обращению с твердыми коммунальными отходами и рациональному ресурсопользованию. А ведь в ходе конференции, принимавшие в ней участие артемовцы, озвучивали весьма острые вопросы, которые глава муниципалитета замалчивает перед областным правительством, а на местном уровне просто игнорирует.